С этого года собственные бюджеты появились у 45 сельских округов Кустанайской области, но сегодня все они являются субвенционными. Это значит, что расходная часть у них больше доходной, а недостаток средств приходится восполнять за счёт районных бюджетов. Причём в отдельных населённых пунктах размер дотации сверху доходит до 90%. При этом серьёзные расхождения в доходной части и сельских округах с одинаковой численностью населения. Так, например, по Транскому сельскому округу, где проживает около 6 тысяч человек, поступило доход на 8,6 миллионов тенге. В то время как по Денисскому сельскому округу, где проживает также около 6 тысяч человек, поступило всего 2,7 миллиона тенге или в три раза меньше. С этого года поселковые бюджеты стали администраторами 19 бюджетных программ. Теперь они отвечают за содержание детских садов, дорог, благоустройства и озеленения, а также обеспечение собственных аппаратов. Главной же доходной частью поселковых бюджетов должны стать все виды налоговых сборов. Индивидуальный подоходный налог по доходам необлагаемого источника выплаты. План поступления текущего года 503 миллиона. Налог на имущество физических лиц, земельный налог на земли населённых пунктов физических и юридических лиц, налог на транспортные средства с физических и юридических лиц и плата за размещение наружной визуальной рекламы. В этом году планируется собрать около 1 миллиарда тенге налогов. Ещё в марте Акимы сельских округов получили списки должников. Это 15 тысяч физических лиц, которые должны 183 миллиона тенге. Сегодня специально мы пригласили всех, то есть 45 сельских округов, они уже стартовали с 1 января. Остальные 198, они сегодня здесь присутствуют, стартуют с 1 января 2020 года. Чтобы вы уже знали, какие вас ждут через, образно говоря, полтора года испытания в вашей работе. Полную самостоятельность вам дали. Сегодня в 45 сельских округах области неучтёнными продолжают оставаться 7 тысяч объектов. Следовательно, казна недополучает значительную часть доходов, которые можно было бы направить на развитие этих населённых пунктов.